Welcome, welcome, welcome. Ну что, к последней игре европейцев, наверное, мы идем. Хотя, может, Ямото Кеннон сейчас замотивирует Джока. Но он его мотивирует, говорит, такую рубашку видел, такие цены, тебе идеально подойдет. Как мужик мужику говорю, я бы тебе дал, если ты был бы в этой рубашке. В общем, они обсуждают не игру, судя по всему, потому что по игре вообще ничего не меняется у Виталика. Весь сплит, и я не знаю, что им делать. Но если идея была остаться просто на ЛЦС, а не попадать в плей-оффы и быть реальными конкурентами для других команд, то все хорошо. Обезьянок победили, все нормально. Любопытно, Проли в этот момент как раз-таки с Янкосом обсуждает что-то. Такое впечатление, что оба тренера дают советы своим джанглерам, как же им отыграть эту партию. После этой игры, да, после этой игры у нас, ребят, будет Америка. Я тут уже не ту статистику, но я заранее статистику начал подготавливать. Потому что тут много информации по Америке выложили за последние две недели. И мы будем первую игру смотреть Cloud9 против команды Immortal. В 22.00 они играют. Стартует американский ЛКС. Так что надеюсь, что эта игра закончится победой команды H2K. Тогда мы без каких-то, ай, давайте быстро бегать с одного канала на другой, спокойненько заварим кофейку, чаю, закажем девчонку и будем ждать игры. В прошлой игре Джока влетал как нельзя, а теперь вообще не будет. И простоят такая тактика лучше, при какой они должны проигрывать будет. Я был на Орианна, это было нормально. Что, это не так? Сразу? Да, сразу. Сразу в 22.00. Но они не ждут, когда закончится Европа. Вот в чем прикол. Они не ждут, когда закончится Европа. Так что если Европа закончится в 23, то мы как раз вот будем потом пересматривать в записи игру Cloud9 в первую. Поэтому нам выгоднее, чтобы сейчас H2K. И все будет хорошо. Ты специально делаешь паузу, чтобы была двусмысленность? Я лично, ребят, специально в блогах Ютуба нашел, как правильно комментировать и выстраивать речь. Блоги такие нашел. И в этих блогах я увидел, сколько косяков у меня есть. И кто не знает, вот эти вот паузы, которые я делаю, они специально нужны, чтобы вам было легче слушать мою речь. Серьезно. Ну, там несколько уроков. Я пока только два урока просмотрел. Там, по-моему, семь было. Короче, много видосиков. Ну, можно, наверное, найти какие-то других блогеров. Ну, конечно, пока не идеально. Ну, там намек идет, надо новые слова учить. Мне в лом новые слова учить. Хотя я на листочке выписал новые слова. Я, правда, их почти не использую. Но они у меня есть здесь на листочке, эти новые слова. Ну, я их знал, но не всегда знал, что их можно использовать. Вот я, например, слово прострация в прошлой игре использовал. Прострация – это мы в дерьме, мы обречены. Еще есть слово саспенс. Ну, оно довольно простое. Я его и раньше использовал. Есть слово эйфория. Я его использовал, но очень редко. Есть слово кризализм, кто не знает. Кризализм – это означает, что все в порядке. Это, по сути, антоним слова прострация. Там, где мы в жопе. Стример, коминь. Слышь? Слышь ты? Стример сейчас выключит стрим. Я там все нормально сейчас посмотрю. Все включил. Да, запись идет, запись идет. Я просто забыл, сделал я это или нет. Гоу про меня трещать. Ну, если бы ты был того достоин. Пауза, чтобы чатик подумал и твой голос отдохнул. Правильно, смерть. Все правильно. Иначе просто голос устанет и все. Ты хочешь весь чатик распугать? Да. Ну что ж, Шен был ферст пикнут командой H2K. О, да, мне умеет играть на Шене, но любопытно, что они не забанили главного врага Шена Фиору. Все еще Фиора могла быть пикнута Виталиками в первой ротации. Посмотрим, сделают ли они это. Эта комбинация, очевидно, будет Казикс. Ну, уже он взят. Можно было Олафа взять, но Янкос взял Казикса. Казикс плюс Шен. На меде, скорее всего, а-ля Ариана Кассиопея. И Ботлэйн просто будет инициацией работать. Аша уже взята. Каше, скорее всего, возьмут либо Хукера какого-нибудь, но трэш уже забанен, так что их меньше стало. Либо просто чистого саппорта, типа Лулу, типа Кармы какой-то. Вот такой чемпион. Меня удивляет, действительно, что Виталики взяли вот Галлио и сохраняют намек на то, что Галлио будет на топе. Но мне не очень нравится Галлио на топе против Шена. Толком никакой пользы от этого линии не будет. А можно было взять ту же самую Фиору, Камилу и уничтожать просто Шена, не давать ему даже фармиться. И взять себе, допустим, не Варвика, а взять себе хорошего какого-нибудь Early Game Pressure джанглера. До того же самого Олафа. Ну, вообще, Лисин лучше всего бы заходил. И штуки не верят, что это Галлио на топе. Банят сразу же первого неприятного чемпиона для Шена. Это Рамбла. И главное, чтобы это был чемпион, который наносит много магического урона. И банят еще Кассадина, на всякий случай, от Нюкдака. Кассадж-бан, это немножко странно. Ну, ладно. Видимо, какой-то будет мидлейнер от Фабиевана, который боится Кассадина. Хотя, не совсем я въезжаю, зачем это делать. Грагаса еще пикает команда Виталиков. И все нам становится теперь понятно. Это будет сетап 4 танка Адыкери. Сетап, который на моем стриме, по-моему, еще ни разу не выиграл. Не в смысле в моем соло-ку. А в смысле, когда мы стримили игры этих команд. 4 танка и Адыкери я еще не видел, чтобы кто-то выигрывал. Потому что просто проводите фокус по этому Адыкери. Его запилить довольно тяжело. И когда у вас всего 4 танка. Ну, всего, я имею в виду, то есть нету явных ютилити направленных саппортов. По мне, Виталик просто на пиках сейчас проиграет эту игру. Последний пик для команды H2K. Кассиопея зайдет лучше всего. Особенно из-за того, что там танки. Но выбирает он Лебланк. Хочет он именно ее Кейтлина находить в тимфайте вместе с Казиксом и убивать. Но Кассиопея, как мне кажется, все равно была бы лучше. Ну ладно. Что выбрал, то выбрал. Последний пик команды Виталиков. Может быть, это был какой-то обман. Типа, Грагас на топе против Шэна. Нормально. Варвик в лесу. Галлио саппорт. И сейчас типа, хардкерри мидлейнера возьмут. Да, это был обман, ребят. Хардкерри мидлейнер, который в свое время считался прямой контроль к Лебланк. Пикается на мид в свое время. Это когда Лебланк была другая. И когда Райс был другой. Примерно в одном и том же патче произошли эти изменения. И с тех пор вроде как это скиллбейс матчап стал. Но с Келлицей, понятное дело, Райс на голову лучше. Райс у нас играется без телепорта из-за таунта, из-за аши ульты и, конечно же, цепи Фобиона. Не, так я вот спрут, я по сути, наверное, тот же самый видосы смотрю. Там просто, ну, это не один видос 40-минутный. Там реально несколько курсов. И, по сути, вот я только первые курсы там начал смотреть на эту тему. Времени на этим заниматься тоже нет. Мы же, по сути, для вас почти круглосуточно стримим. Так есть. А говорить без усталости голоса 24 на 7, если что, я так и делаю, спрут. Если что, я так и делаю. Сорвал вот позавчера голос, но это был матч корейский. Но, как видите, на следующее утро уже никаких проблем не было. Зачем каждый раз пикать Волка, если он кусок в 5 на 5 играх? Честно, я не совсем понимаю вообще Варвика идею от Джока. Кроме того, что он тот игрок, кто пикал тоже Варвика в прошлом сплите. Ну, как-то странно, да. Так-то Варвика я вижу в игре. То есть, для меня нет такого страха того, что Варвик будет в команде моей. Но не в этом, допустим, сетапе. Здесь для Виталиков, как это ни странно бы звучало, ребят, лучше всего подошел бы Иверна. Иверна. Лучше бы Генни засмолчал 24 на 7. Ух, что ж, какие вы злые. Варвик не кусок, Варвик первичный инициатор. Инициатор с двумя N пишется. Лучше бы так... Пей фиолетовое зелье на ману и ХП Риген. Лучше обычной хилки. Хм... Ну, это смотря в каких играх, кстати говоря. Смотря какая игра. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Вот это взрыв. Спрута сегодня настроение плохое. Не бейте спрута. Хороший фильм был. Я уже, по-моему, когда про спрута мы говорили, вспоминал. Это то, что польский фильм был, сериал детективный, назывался Спрут. Ой, минус нюкдак. Что бы он ни делал, он здесь обречен. Ну что ж, переходим к следующей игре. Америка у нас, ребят, через часик. Всем пока. Перерыв. Ладно, подождем. Подождем. Может быть, это еще не все. Потому что, ну, пока выглядит именно так. Пытается Фабиоан заденаять как можно больше мопцов. Три крипа уже заденаял. Напоминаю, что у нюкдака нету флэш... Нету, извините. Телепорта. И все. С одной N, говорят, мне пишется. Ну все, ничего не сделать. Это был не польский, а итальянский сериал. Хм. Вот это, кстати, интересно. Возможно, да, ты прав. Потому что там фамилия была... Главного героя как раз на итальянскую больше похоже, а не на польскую. Почему снова за те же стороны играет? Видимо, слово инициация по-английски пишется с двумя N, и поэтому у меня в голове так и сохранилось. Инициация на английском пишется с двумя N или нет, ребят? Проверьте. Если нет, то я полностью не прав. А Спрут разве не итальянский? Не-не-не-не. Спрут мы выяснили итальянский, так что он не итальянский. Ладно. Янкос, пойдет ли на ганг сейчас вниз? Вполне можно было подломать еще немножко нюкдак, потому что третий левел бы сейчас получил Фобева, но передумал он. Он решил здесь аккуратничать и расставить ворды против Джока. Война будет за красный баф. Эй, ты окей. Ну да, мне за Шена. 6-2. Вот это я запишу. Этой статистики у меня нет. Будет. Это приятно. Информация нам всегда пригодится. О, нюкдак, они попали в цепь. Нюкдак дает ответочку по Фобивону, получает прок своего штурмрайдера. Погонялся он немножко за Фобивоном, но Фобивоном все хорошо, он остается в живых. Комиссар Катания, кто не помнит, звали того человека из того сериала. И Катания, да, действительно похоже на Италию. Да и про мафию, раз сериал был, скорее всего, это была мафия сицилийская, та самая. Но сражение здесь 2 на 2 сейчас произойдет. Ловят здесь Кабачат, Кабачат дает подкаст у нас, ответный по Удамне. И Джока потерял свою W, но, кстати, не потерял ее, как мне показалось, на секунду он кинул все же в Удамне. Ну, проиграл сражение 2 на 2, команда Виталиков слабее в данном случае оказалось. Ну, зато кто-то считает, что у Варвика много урона в начале. Варвик довольно интересный чемпион, конечно же, но его сила заключается в том, чтобы у вас были сильные линии. И чем больше урона вы нанесете на линии, тем сильнее будет сам по себе Варвик, потому что у него будет высшая скорость передвижения, высшая скорость атаки. А если вы не можете даже 1 треть хп снять у оппонентов, то забудьте про Варвика, он вам не помощник. Янкос полностью здесь обокрал Джока, это учитывая, что у Янкоса всего лишь 3 левел был. Вандер делает ротацию, просвет каши прямо ему в лицо пролетело, но Вандер на пофиг идет сюда, потому что не хочет давать Фобивану зонить бедного нюкдака, прописывает таунт, но здесь рядом Янкос, на цепь сажает Вандера. Вандер пытается отскочить, но у него ничего не выходит, и это, возможно, будет килл для Янкоса, а он за... Ну ладно, мне кажется, Янкос мог сейчас делать килл. Ушел Янкос в кустике, ждет он, как Варвик сюда придет, читает он эту сцену, тратит Фобиван прыжок, выходит сюда, конечно же, Джока, на цепь сажает собаку, и собака с цепи, сами понимаете, срывается, но за ней прыгает Богомол и съедает ее. Килл все же за Янкосом ушел, но мне кажется, можно было и там сделать килл. Что-то я там вас как-то растормошил, вы каким-то образом до книг вообще дошли. Какие зрители? Вроде достаточно у нас зрителей, больше добиться в Лиге Легенд почти невозможно, ну если у тебя нет вот такого мощного финансирования напрямую от Риотов. Все, короче, там чатик у нас взорвался. Давайте, ребят, заканчиваем эту полемику, которой вы занимаетесь. Я еще одно слово знаю. И давайте смотреть игру. Казикс у нас здесь на вардах палится. Кто этот вард поставил, даже не знаю. Кто угодно мог быть этой звездой, а вот то, что происходит на меде, это проблема для Нюкдака. Он еще не знает, что он вроде бы умрет от Фобивана, но в итоге Фобиван ошибается, и Нюкдак делает на нем соло килл. Шэн прилетел бы, если бы ему не отменили ульту, но даже без этого, мне кажется, должен был Фобиван заделывать этот килл себе. Но он ошибся. Зато на радость ошибся Казикс, который подходит и кушает сейчас весь этот фармец. Там более 15 крипов, по-моему, стояли. У Янкоза было сейчас 21 мобец, давайте посмотрим. 33 стало, то есть 12 крипов, но и одного он там не залосхитил, 13 крипов там было. В них и начал сражаться у нас Фобиван. Вот, видите, все эти крипы сейчас перевернутся на него. Вот, они переключились, начали его избивать. И где ошибка была Фобивана? На самом деле не было ошибки, просто КД спелов было. КД спелов у Нюкдака меньше КД, в этом проблема. Две игры подряд. Напоминаю, ребят, Фобиван проигрывает Нюкдаку линию. И мы это уже с вами замечаем регулярно. То есть замечаем, что у этих аутсайдерских командах есть сильные звенья. То есть Нюкдак победил Фобивана две игры подряд. Джок, ой, не Джок, а не хотел про Шука сказать. Шук из команды Нинджи и Пижамас две игры подряд играют очень хорошо. То есть надо как-то, может быть, через них пытаться играть тогда. Ну, не получается играть через Стилбека, ну, не получается играть через Кабачарта. Ну, все, забыли про них. Пусть Джока берет чемпиона, который будет тратить все время на Нюкдака. И Нюкдак не будет полным Нюдаком, а просто возьмет вместе с командой. Будет разрывать лица дальше всем. Не получалось синий забрать, варвик туда подошел, но Шэн тут же сместился. И сейчас проблема у Нюкдака, потому что у Фобивана есть синий баф, он с ним цепляется за... Бедного! Райзер нажимает ульту и улетает все же на цепи, очень битым, но остается в живых. Интересно, да, то, что он зарутился, когда он приземлился туда. То есть, рут сработал здесь, но по приземлению он все равно остался. То есть, рут переместился вместе с Райзом. Это любопытно. Вандер подфриживает линию, но он на самом деле из-за своей кушки немножко подпортил линию Райз, по сути, ничего на этом не получит. Давайте обратим внимание на ботлэн. Из-за того, что Вандер играет, во-первых, не на самом сильном чемпионе, как в саппорте, он еще и много роумит. У нас из-за этого Аша жестко побеждает сейчас стилбека по фарму, плюс почти пятнарик делает. И таких вещей, конечно, позволять не стоило, наверное, Вандеру. Больше надо было внимания туда обратить. Но, с другой стороны, кто-то скажет, что Райза помогает. Хотя, где он там ему помогает, не знаю. Райз просто не фармится, а не фармится он, потому что каждый раз он теряет неудачный хп, ему каждый раз приходится неудачно реколлиться. Это связано как раз с тем, что Фобиван играет через телепорт, с тем, что его убили. А Нюгдак играет у нас с Клинсом, который ничего ему пока не сделал. Такие-то странные у вас сообщения пошли. Опа, Нюгдак видел у нас здесь бедненького Фобивана, поддамажил его. И тот дальше впрыгивает. Кабачарт еще сюда приходит. Но тут война вообще какая-то на меде жесткая происходит. Такое впечатление, что B-команды приняли решение, кто проиграет Фобиван или Нюгдак, тот и выиграет эту игру. И оба медлейнера несказанно мало фармят для обычной ситуации фермерства. Обычно в этот момент на 10-й минуте около 95 крипов, это средний показатель, ну и повыше, там до 110 даже может доходить. У медлейнеров здесь же оба медлейнера еле-еле за 70 переваливают, даже один не успевает. Но зато Янко знает, как использовать Казикса с успехом и забирает для своей команды Инфернал Дрейка. А что же Джока? Ну а Джока пока просто ходит в ботинках по своему лесу, подчищает немножко крипов и сейчас пойдет красный баф только лишь забирать. Он седьмой левел, Янко тоже седьмой, но у Янко все гораздо лучше. У него джанглерский предмет уже собран до конца. Кстати, это тоже вот сильно влияет на игру. Вот вы спрашивали, почему там Варвика редко так пикают. Ну, это связано с тем, что он вынужден начинать с Тиамата, а не с джанглерского предмета, а Янкос начинает с джанглерского предмета. По золоту они вроде бы держатся одинаково, но Янкос уже полезнее. Он уже расставляет варды, у него есть мобильность дополнительная, у него есть регенерация в лесу. А там что? Там ничего, просто урон и все. 2-1, просветочка пошла. Никого не увидели, но она долетит скоро до Варвика, и тогда может быть здесь сделают инициацию. Все, Варвика не увидели, но Нюклер будет кидать здесь ульту. Явно он выцеливает, но видите, Вандер постоянно своим лицом прикрывает бедную Кейтлин и не дает возможности даже это провести. Ну ладно. Не дает, так не дает. Опять Фобиеван делает врыв Нюкдака, обоюдный проказ, но выиграл в этот раз его Фобиеван. Может быть сейчас ульта аши пойдет? Да, ульта аши пошла по темному и прямо в лицо, но Нюкдак говорит, а-ля-ля, я все знал, я за Клинским сходил в начале игры, и Клинская ему помогает, ребят. Клинс спасает его, правда хп у него осталось все равно мало, но здесь Варви, который ждет прыжка Фобиевана, и на этом прыжке сделает свой прыжок тогда в ответ. Фобиеван аккуратничает, никуда не торопится. Я даже думаю, у него КД просто еще на ульту, и из-за этого он ждет. Потому что не уверен, что ему хватит с одного прокаста ваншотнуть Нюкдака, поэтому ждет пока откатится его ульта. Подкидывание, что? Ставит щит, не дает он дамажить Нюклера, но Нюклер тоже особо туда подойти не может, далеко уже убежали. Вандер отфлэшился, а Стилбек и так стоял далеко. Но зато здесь Янкусик подходит, Янкусик перепрыгивает ульта Шена, впрыгивает разу в нагло ульта Галлио, прямо сюда же подкидывание Джока делает ульту, но просто чтобы ближе быть к вышке и к пацанам, он с командой говорит, но это была так себе ульта. Убивает Галлио, и вопрос о том, сможет ли убежать отсюда Удамна. Удамна в большой беде, его съедает вместе с Грагосом команда Виталиков, и килл в килл. В итоге так все закончилось. Забирает Янка здесь красный ваф, интересно, Джока будет мешать, смайт есть у Янка за Джока, нет, он просто по вардам прогулялся и ушел на рекол. В этой игре, в отличие от трех предыдущих, аутсайдеров есть лейтгейм. В кои-то веки, ребят, у аутсайдеров есть лейтгейм. Интересно, конечно, так получается, что сегодня все три игры, первые аутсайдеры пытались сделать мидгейм сетапы, ужасно их использовали и проигрывали, потому что с их сетапом вообще ничего делать в лейтгейме не могут. Здесь наконец-то у них даже посильнее будет сетапчик, потому что Лебланк одна слаба против Райза. Грага с Шеном примерно одно и то же, Шен его вряд ли будет вообще запушивать в игре, забудьте про это, просто Шен будет лишним чемпионом, лишний телепорт будет у него. Вот и вся история. Аша послабее Кейтлин, это понятно, Казикс, если не наберет себе кучу киллов, пока у него получается наберет киллы, и возможно еще сейчас зацепит он нюкдака, но Фобиеван не попадает цепью. И здесь уже Джока гонится на Фобиеван, отфлешивается Фобиеван, прыгает Джока, но таунт не прописывает ни по кому, ну не таунт, а фир. Ульта Аши, снова по миду, снова в нюкдака, и пытались его зазонить, не получилось, но сейчас его можно будет застанить, автоатаку-то дайте. Не дали. Эх, не дали. А вот это интересный врыв у нас от Джока, ульта, Браун дает свою ульту, и это будет килл на Брауне, как ни странно бы это не звучало, ребят. Вроде бы зацепили Янкоза, вроде бы бьют Янкоза, а умирает Браун, потому что он своим счетом прикрыл, и вышка начала избивать его. 3-3 становится счет, Виталий типа пытается сейчас сломать мидлейн, Шен у нас остается пока все еще на топе, нажимает его на рекламу. Но мне кажется, мог он просто оставаться, и мидлейн Виталити отпускают? А почему? Что за 4 рекола от команды Виталити сейчас? Ну так вот, я по поводу лейтгейма. Грагас, Шен равенство, Варвик сильнее будет Казикса. Даже если Казикс наберет вот сейчас парочку, только киллов этого будет недостаточно, но они есть. Но если будет еще киллов для него, и он будет адово идти, впереди по золоту, то тогда, наверное, это будет преимущество уже Казикса. Ну и Лебланк совсем не какущая. Давайте, смотрите, врыв. Да, отменяет ульту Варвику у нас Браум своей ультой и погибает на этом. Еще один Инфернал Дрэк появился, и че-таки им надо будет сейчас задуматься об этом. О том, что отдавать его так просто и сравниваться по Инферналам нельзя. Янка спрыгивает, играет смайт войну, но проигрывает. Нажимает хороший смайт, но не хватило все же чуточку ему. Битва продолжается, Чо принимает на себя Шен, а Шен прописывает таунт, убивает Чо, но Чо... Да, у нас разбежалась команда Виталити, сейчас за ними устроится погоня. Чо остался в живых, ребят, умер, извините, Стилбек, я оговорился. Его убили в первую очередь, два игрока делают рекол, убегают. Джока тоже убегает, ему никто остановить не получается. Нет, все же, его поймали собаку эту, зажали и убежать не получилось. Но Дракончик был забран командой Виталити, это для них главное. Они даже потеряют, готовы были вышку на эту, на меде, за это не страшно. Ну, два килла, конечно, отдавать им не хотелось за это, но как получилось. Кабачар дает ульту, цепляет он бедную Ашу, правда, за это умрет. Килл в килл на меде произошел. Пока еще Фобивен может наносить урон и забывать о том, что нет магре за Кабачарту, не стоило. Он в наглую позволил просто цепи держать себя. Ой-ой-ой, там Бандера-то будет бить, нам не показали. Смотрим за классной инициацией Янка, за... Не получилось. И потом Чо, видите, цепляется за Нюкдака. В стилбэка кинул ульту, Нюклер не попал. И сейчас Чо даст ульту, и на него прилетает Шен. Не, он, кстати, ульту не дал, она у него в КД была. Гнобили, гнобили Райза и так и не загнобили. Ну, Райз не настолько... Пока расфижен, так что не страшно. Еще воевать можно, но Райз опасен, это факт. И лучше не позволять ему в открытую фармиться. Сейчас у него 140 фарма против 160. 1 килл, 2 ассиста, примерно такая же статистика у Фобивана, только вот по фарму у него получше. Но там-то Руа, Руа стакующийся, по сути, набирает вам те же самые деньги, которые Фобиван уже имеет преимущество. Ребят, давайте без политики, пожалуйста, на стриме. К Лиге Легенд это мало имеет отношения. Просто по мне одно дело пошутить, и другое дело обсуждать. Пошутить можно. Врывчик у нас идет здесь в Галлио. Галлио будет вытанковывать пацанов, но этого будет недостаточно. Он переключается на нигдак, и после этого его прописывает стан. Кабаччарт очень поздно делает врыв. Совершен ставит свой W, не дает Аше нормально раздамаживать. И каким-то неведомым для меня образом команда Виталити проиграла этот файт в пух и пах. В пух и пах. Варвик, да, сейчас, кстати, там интересный коммент был в игре от пользователя. Почему Варвик-то не пошел просто под вышку отдаться? Хороший вопрос, действительно. Он мог отдаться спокойно. Там за стилбэк оцепляется Фоби Ван, но все мясает. Он в цепи не попал, прыжок не попал, только кушка и попал сверху. Но толку от этого было маловато. Выжило на стилбэк, хотя стилбэк прожал флэш. У Кейтлин есть урон, но она весь урон наносила в Шена. Сначала в Браума щиток, а потом в Шена W. То есть два контр-эффекта есть в команде H2K. И Виталити надо придумать, как эти контр-эффекты обходить. В Геральтку пытались они сделать, видите, не получилось. Вот здесь Кейтлин дала кушку, начала бить. Все, здесь появился Шен. Она отпрыгнула, отошла дальше. Сейчас снова вернется файт, но здесь уже W бить нельзя. Кейтлин толком даже и бить не могла. А по Фобивону, из-за его спеллвамп предмета, весь урон, который она наносила по Фобивону, он тут же и выхилил. Нюкдак здесь каким-то образом попался. И Казикс прыгивает. Скорее всего, его сейчас убьет, получает ускорение. Правда, Нюкдак ставит рунм приеза, дает W Казикс. И думает вернуться в файт, но знает, что на него уже выскочили. Пытается Нюкдак убежать. О, извините, Янкос убежать. А Нюкдак подойдет с другой стороны. Но не проблем, по-моему, уже Янкоза нет. Он прыгает, уворачивается от Джока. Кейтлин все еще жива, но в этот момент погибает у нас Грагас, который, я так понимаю, затерялся где-то там против Фобивона. И на фришных киллах ребята H2K выигрывают эту уже встречу. Я думаю, можно смело это говорить. Мало что могут в нестандартных таких тимфайтах команда Виталити. Да не в стандартных-то они мало чего могли. Чувствуется, что просто индивидуальный скил у них послабее будет. Скажи лучше, как Райс помер в начале. Он не справился. GG, Easy, VP, да? Virtus.pro, GG, это Gambit Gaming. А Easy, это что за команда? За какие? За три команды человек болеет. Видите, он болеет за Gambit Gaming, за команду Virtus.pro и за команду Easy. Вот Easy я не знаю. Не слышал о такой команде, но обязательно узнаю, ребят. Варвик теряется. Да тут все теряются. Тут хаос творится. Теоретически, как должно было быть? Они должны были разменивать объект на объект, объект на объект, а потом использовать свои три танка. А вот как у нас Кабачар. Тумер нам показывает повтор. Easy, это Easy, Хун. Опа, ловит здесь Чо, но Чо дает ульту, и под вышкой сражаются. Нюклер разогретый, начинает дамажить. Нюклер делает дабл келл. Скорее всего, это Нюклер трипл келл будет, ребят. И можно дальше цепляться. Вандер очень битый. Дается по нему подкидывание. Да, станчик. Квадрокел для Нюклера. Ну, Янчик. Ну, Янчик. Ну, что ж ты жадненький-то такой. Черт, в поляк. А один на один Райс должен побеждать ее? Ну, тут нет такого должен или обязан. Вначале Лебланк вроде как посильнее, но сейчас у него и предметы уже получше, чем у него. Так что вряд ли что-то может получиться. Ловит здесь Кабачарта. У него нет все еще Магреза. Достаточно Ва, чтобы выдерживать этот прокаст от Фобиона. Фобион прыгает за ним. Прыгает еще раз за ним и добивает. Семнадцать пять на шорф в кармане команды H2K. Три с половиной минуты теперь у них доминации. Джока пришел кого-нибудь убить, но Варвик его в этой игре не особо хорош. Давайте посмотрим, что это была за идея. Варвик, я так понимаю, сейчас ворвется. Райс дает ульту туда, чтобы таун прописал Вандер. А-а-а, вот оно как. Я думал, это Варвик туда ворвался и Галлио упал сверху. А Галлио-то и ульту-то не нажимал. Галлио был отправлен туда на таунте, на зажатом. Не, ну, вообще по факту, то, что они показали, это красиво. Но не под вышку, не в Браума, и не с отставанием 12 тысяч, пожалуйста. Пенту украли сегодня, Квадру украли сегодня. Одни воры вокруг. Опять о политике начинаете. Рискованные вы, ребята. Скованно рискованные. У нас там врыв идет от Фобивана, один в четыре. Браума его, правда, прикрывает. Даблкил для Аши. Еще одна пенточка, но нет, убегают. Убегают Виталик и Фобион прыгает, кидает кушечку, но никаких цепей. Идея на 10, реализация на 2. Я согласен с тобой. Хорошие оценки были. Идея, да, очень неплохая. А щит, чё? Он играет против своей команды. Шпион, он поставил щит, и из-за этого Лебланка погибла, потому что щит ничего не прикрывал. Вышка была убита, но забейте. Забейте, тут уже можно выигрывать. Хотя делается финальный врыв от команды Виталити. Правда, ответочный врыв оказался не хуже. Казикс, даблкилл. Казикс будет прыгать за триплкилом, но... Игра заканчивается. 2-0. H2K. Молодец. Расчехлил я свою ручку и записываю это. 2-0 против Виталиков. И Виталики 0-2. 2-0 против H2K. Ну что ж. 2-0 против Виталити. 2-0 против Виталити.